Волею календаря в первом туре областного чемпионата в очных встречах встретились все шесть команд, представляющих Брянск. Один из самых интересных матчей прошел на стадионе брянских партизан, новой домашней арене команды Приасколь ЕСКА. Армейцы начали сезон еще неделю назад, правда разгромное поражение в матче за суперкубок от Пролетария вряд ли можно считать удачным началом футбольного года. Чемпионат другое дело, соперники здесь попадаются попроще, да и сам турнир гораздо продолжительнее. Начали поединок с Арсеналом подопечные Владислава Комарова, уже привычно отдав инициативу сопернику. Арсенал подарком воспользовался и на исходе 30-й минуты Олег Богачев открыл счет. Во многом в первом тайме Арсенал смотрелся гораздо лучше и вполне заслуженно ушел на перерыв с минимальным преимуществом в счете. Картину происходящего на поле во второй половине встречи изменил шикарно исполненный Акимовым штрафной 1-1. Хотя до этого армейцы особой активностью в атаке не отличались, но таков современный футбол. Равным счет на табло продержался недолго. Возрастные защитники при Аскуре, как и в матче за Суперкубок, во втором тайме серьезно подсели, и Арсенал свой шанс не упустил. Быстрые атаки подопечных Давида Коридзе раз за разом ставили армейскую защиту в тупик, а вскоре Арсенал снова вышел вперед. Результативный удар на счету Павла Цейтлина 2-1. Во многом это был бы закономерный исход данного противостояния, но в ход поединка снова вмешалась Фортуна. Серия нелепых рикошетов на подступах штрафной Арсенала, и Солодухин оказывается в горном одиночестве перед воротами. 2-2. Результативная ничья, которая во многом никого не устроила. Дмитрий Кузнецов, Александр Друсинов. События. Брянск.